добрый день сегодня будут сразу три книги 3 сборника сказок потому что так получается что они в принципе выполнены в одном стиле изданы одним издательством и представлять собой как бы связано антологию английский французский или шотландские сказки иллюстрации для которых нарисовала художница ника гольц это в какой-то мере эти книжки они несколько похожи друг на друга но по оформлению но от этого не совсем хуже не становится потому что книжки все-таки разные и сказки у этих народов хоть и похожи и сюжеты там как бы они перекликаются с другими европейскими сюжетами но все-таки различаются или антологи просто так получилось интересно что вот как бы французские сказки это почти всегда про принцев и принцесс которые побеждают всяких злодеев английские сказки это наоборот про разных хитрецов которые борются с великанами или про злодеев которым противостоят честные и храбрые люди которым очень тяжело с ними бороться такие суровые очень сказки вот английской английский сказки они самые такие суровые за всех жесткие довольно таки шотландские это легенды о феях о том как люди попадают в какие-то другие измерения о том как сказочное пересекается с несказочным есть просто вообще реальные легенды о шотландских феях роде знамя фей в данной гайане которые говорят даже во время второй мировой войны подымали только не шотландия надо англии потому что хотели очень защититься от гитлера самыми разными способами очень интересно интересен такой момент что-то иллюстрации такие все романтичные сказочные вот пожалуйста вот генрих 8 настолько всеми любим что вот его иллюстраторы перерисовывают сказки ну прямо обязательно вот прототип этой картины может вот эта иллюстрация это можно сказать и вот знаменита картина генриха восьмого где он сначала на гобелине был такой весь себя высшитая потом с этого гобелина кучу картин нарисовали вот ни одна ника вольс рисует его на этих средневековых королей их все вот рисуют в таком виде генрих 8 настолько все запомнили очень красивая история конечно было интересно чего вообще в одну книгу объедините ну так не бывает вот разбита на кстати в советские времена это были разные антологии совершенно так она советских времен на переезды на вот эту книжечку я уже показывал то на мне самое любимое на самом деле потому что это шатанские сказки это север вереск город скалы гордые горцы таинственные всякие разные маленькие народцы которые живут и рядом с нами видны из файфа которые пьют вино в подвале у епископа все конечно очень интересно но и опять же перекликание со всеми коньками бургунками сказками братьев рим прочими андерсонами очень много параллельных мотивов эти книг конечно найдется в библиотеке конечно это должно быть очень интересно очень полезно детям обязательно и взрослым неплохо иллюстрации посмотреть и посчитать издательство речь художник никангольц французский английский и шатландские сказки у них вообще много таких реальностан в одном ключе спасибо за внимание